Девочка написала, неужели счастье в чистоте? Неужели непрекрасно возвращаться в чистую квартиру? Я не могу понять. Неужели плохо возвратиться в квартиру, где все убрано и все убрано? Здесь живут люди, Господи. Поэтому, как мне убирать? Есть свободное время, почему бы нет? У нас окна открыты, здесь в этой комнате вообще сетки нет. Поэтому пыльца летит сразу сюда с окон. Почему бы и нет? Классно, возвращаемся, приятно. Я пошла, девочки, делать ключи. Делаю ключи себе. Кстати, сейчас я в резине, когда сходила я сегодня, я была не в резиновых тапочках, а вот эта вот резина. И по городу в таких тапочках ходят многие. Кто-то ходит в сандаликах, в зависимости от работы, где вы работаете, что вам статус позволяет, так вы и одеваетесь. В которых сегодня ходила только уж там, правильно девочки написали, но не резина. Маску до понедельника ношу. А, двигательный. Так, давай. Ногти нормальные, лицо нормальное, цвет волос нормальный и анализы хорошие. Я почитала комментарии, девочки написали, что анализы нормальные. Как у 20-летней, что внизу, что вверху. И то, что написали, что возможно возраст, и возможно это какие-то гормоны, потому что будет мини-пауза. Поэтому я спокойна. Могу похвастаться? По поводу того, что я нутро поперла, боже, просто иногда бывают эмоциональные дни, но ты можешь что-то сказать. Но ничего плохого я не имела в виду. Вообще спокойно на все реагирую. Главное животы втянуть, лопатки соединить. Если вы свигнули, что это позволит, это самое лучшее. Это нет. Нормально все. Поменяла я и под одеяло каковое, и подстилку на диван, вот эту водонепроницаемую, и само одеяло. Видите, сегодня бумагу выкидывает. Стоят мешки. Знаете, тоже мусор поставили, не парятся. У нас, блин, образцовый дом. Это ветром все по уносило, вот эту вот пластику. О, боже мой, господи. Мама родная. Я уже прямо это... Карлик звонил, давно уже звонил, давно уже дома, давно уже сходил. Это самое за покупками. Даже нас руки добавят в маски. Куда я нажимаю? Фиг, ну, пацан бежал, я же вздрогнула. Видно, траву подкармливает на стадионе навозом, воняет, зона такая вообще просто. Мимо идешь. Пацан как-то выбежал и аж это... Вздрогнула. Посоветовали вчера посмотреть фильм Екатерина. Боже мой. Любимая моя. Как же ж тебя. Короче, там несколько сезонов вышло по законам военного действия. Климова. Я начала что-то смотреть, хотя я четвертый сезон смотрела, и высветилась Мур, пулеметчица на реальных событиях. Ой, я за эту пулеметницу рассказывала, наверное, лет пять назад, за этот фильм. Я опять его на одном дыхании просто. На одном дыхании. Боже мой, это шикарный фильм. Шикарный. Комиссар там какой-то, не помню уже тоже. Она там просто не акцентирует. Видите, ставни у всех закрыты. У кого приоткрытый, потому что солнце палит, разогревает этот. Я здесь рядышком. Сейчас я у него спрошу, если он может сделать всю связку ключей. Мне главное, там нет квартиры, нет почты, нет. Видите, стоят. Систенькие все. Мне главное, от велосипеда. Чтобы ключи были запасные. Если мне Александр сказала, говорю, бери велик маленький. Привяжешь где-нибудь в публичном месте. Она говорит, мам, боюсь. Во-первых, на маленьком ехать не хочу. Говорит, я вся скрученная. А на большом ехать, говорит, я это, боюсь оставлять, украдут. Вот нафига такой велик, что боятся оставить. Ну, вот так вот. Захотелось мне тогда такой велик. Ну, я, конечно, влюблена в свой транспорт. Я не знаю. Единственное, что вот когда я сегодня ездила за анализами, закрыт. А нет, ездила за анализами, неудобно. Вот по дороге едешь, машины, конечно, со всех сторон. Единственное, ой, какой балкон, девочки. Сейчас. Написали, типа, что она вам рассказывает, можно забирать все анализы по почте. Конечно, можно. Мне так сказали, вы хотите анализы по почте или в руки? Я сказала, в руки. То есть, так же, как мне говорят, что ты ходишь на почту платить? Хожу, хочу. Можно было по почте? У меня нет принтера распечатывать эти анализы и идти к ним или идти к доктору. Я у докторов не... Слушайте, давайте, как-то так. Я у докторов не бываю. Поэтому, как оно там работает, это знаете вы. А мне... Мне хорошо от того, что я не знаю, где коды, какие анализы. Я эти анализы сдала за 10 лет первый раз. Только потому, что там говорят, ну, сдайте. Думаю, ну, ладно, уже там за бесплатно, чтобы пойти не сдать. А так, код, не код, это вы там некоторые знаете, итальянки, которые живут. Спасибо. Мне это не надо. Мне не интересует ни код, ничего. Я сама пошла и забрала. Раз и раз. Здесь я краску покупала в Сашину комнату и в свою комнату здесь я покупала краску. Делаю только входной двери, потому что нету этих самых... Должны ему прийти маленькие, там от почты, от спадной двери, от подъездной. Нету задела. Ну, вы поняли материала. Знаешь, за велосипед, говорит, я вообще, говорит, мы такие не делаем. Вот, сходи, говорит, тут к соседу, я даже не знала, что тут еще сбоку сосед делает. Сходи, спроси, говорит, на велике Кьяви на включении Кьяви называется на итальянском, но никто не делает. Вот в этом доме я работала. У меня все работы вот так вот. Все вот так вот были. Подработки я не работаю. Работают и когда вы по контракту работаете, поэтому я хожу просто на помощь в все мои дома. Поэтому да, поэтому я раз-два и дома. Рубль 20 стоит сделать. Так, один он мне сразу сделал. Боже, какая он жирал в этих масках. Один он мне сделал. Сейчас он меня сюда послал. Я даже не знала, что тут сбоку делают. Сейчас я у него посмотрю, если он сделает от велика. Если нет, тогда от большого велика намотла вешу. Просто шел удобно. Если кто-то взял велосипед, допустим, а что, девушки, а новый покупать он стоит у нас по 18 евро или 20 у меня стоит мой замок на велосипед. Это из хорошей цепи. Есть замки там по 6 рублей в китайском, еще там. У меня замок хороший. И вот Саша недавно купила еще один замок. Ну ладно. Вот он сказал здесь спросить. Боже, что там у меня зацепилось. Я сейчас как-то пуганая встала. Боже, какие нервные. Сделала ключи у него два, которых у того не было материала. Здесь сделала, а от велосипеда не делала. Я говорю, садим мне там в колечко, вот здесь кое-то, все эти ключи. Я уже в первый раз когда к ним заходила как-то краску. Краску мы хотели взять Саша еще в ее комнату. Нервные, нервные они сидели на кассе. И сейчас тоже зашла. Я говорю, слушай, какой-то брелок есть, потому что ключи по сумке не искать. Говорит, да. Я говорю, ну покажи мне, открой, я выберу. Бросает. Еще бросил. Это бросил. Боже, ну аж хочется пойти сказать сейчас. Заберите ключи и недолгом не могу. Конот хожу очень редко, но чтобы не делать очень много телодвижений, зайду, посмотрю, если есть рыба. Потому что я всю свою капусточку я примяла. Там, кстати, от барчика сделали, видите? Вот это самое. Посиделка, посиделка такой под зонтом, чтобы люди сидели. Все места здесь нет. Я зайду, посмотрю, если есть рыба. Наверное, конечно, но посмотрю. Туалетная бумага нужна. И я хочу слышать в речь нельзя. Боже, терпеть не могу. Когда заходишь в магазин, и там энергетически тяжелые люди сидят, это нечто. Я хожу в магазин там, где вот около моего дома, который я показывала, там девочка, боже, знаете, девчонки, можно там один раз улыбаться, два раза, но если сущность она такая, она все равно вылазит когда-нибудь наружу, да? Это она для вас, итальянская мода, 2,99. Арбуз. Там девчонка такая хорошая, там она все время улыбается, но это характер. Я тоже все время улыбаюсь, пока мне нервы не трепят. Потом я начинаю переживать. Отсюда появляются морщины, скачут тестероиды, что там у меня скачет, щитовидка, понимаете? девчонки, ну а как переживаешь, переживаешь. Дело не в том, что они давно, но что значит давно, но что значит давно живет, но что значит давно живет женихом с парнем. Одно дело жить под контролем, ключевое слово. Вы же это не услышали, там некоторая женщина в комментариях. Ключевый тот, кто ко мне относится посредственно в том плане, что не то, что я интересна, я как молочница для этого человека, который он не лечит, он все равно продолжает смотреть или подмываться эксисом, то, естественно, лишь бы что написать. Я же сказала, самостоятельно жить, а это значит, что у меня теперь в Италии будет не двое детей, а трое. Так, сумка у меня есть, но я возьму эту самую катушечку. Магазин я в этот редко хожу, поэтому. Какая здесь чересня, боже, какая она чересня дорогая. Девчонки, ну, дорогая. Ну, вот, есть по 3, по 3,18. Сейчас она у меня фрукты вообще никак. Вот все решнет. Давайте сразу к рыбе. Ну, вот цены, смотрите. Фазоли 2,20. Красные фазоли 2,98. Перец 2,38. Папиронов уже нету. Цветная. Сколько у нас цветная? Кстати, у меня сестра говорит, я так посмотрела, как ты приготовила, так захотелось. Рубль 8,88 цветная. Морковь мне нужна баланса, мне нужна сначала я рыбу посмотрю, потом я пойду к моркови. Ой, из рыбы только дорадо. Ба, я хотела так сальмоны. Здесь 4,1, он, по-моему, последний остался. А нет, еще есть такой. Есть кусок такой, 7,68. 6,1, он дороговатый, да? А есть на два разбитых, тут мне на два, вот этот мне хорошо. Рыба. Эту я даже не знаю, что это рыба такая. А, это спамбаб. Вот такой карасик так захотелось. А это вот на суши, я так понимаю, на суши продают. Ага, вот видите, суши, смотрите, уже готовые. Сколько они? 24 евро. Да, вот они, суши, это микс, и они 24, я. 24,90, 25. 25 евро. Так, ладно, здесь зима, тогда я пошла возьму морковку на супчик, потому что я там, Саша, вчера я вынула этот такого. Скажите мне, я скажу. тогда я раз уже здесь наверно котлетки возьму. Я вот эти вот беру, они прекрасно получаются. Мне надо сделать куриный супчик просто простой. А так идешь за одним, выходишь другим. А сколько у нас здесь рыба? У нас здесь арада 8. здесь у нас 7,73. Это у нас какая-то другая бронзина какая-то за 8. А это красоточка прям вообще 8 евро в 68 в духовке прям. Если раз половинить ее, потому что много, она большая, она огромная. В духовке она вообще бы просто смотрелось бы шикарно. С картошкой, с помидорами. Так, а что у меня тогда сальмоны на два дня мне хватит. Маленькую здесь. Это надо в Карифуре. В Карифуре намного дешевле. Там рыба намного дешевле стоит в Карифуре. Ну что, руки чешутся. За 6 евро. Да не, не буду брать. Саша, кто доедает, потому что пропадет. Так, все, что я беру? Я беру пару морковок. О, чеснок мне нужен. Я беру пару морковок и петрушки. Смотрите, 2,89, 88. Грибы сверху положили красивые, снизу шампиньоны никчемные. Кстати, у нас такие шампиньоны по 2 и по 2,10 порезанные. Ужасно. Вообще, вкусом никакого от них нет. И потом, что у нас такие, травку всякую сверху продают. Ананасик порезанный уже 4,75 стоит. Вот. Я вот что-то бы кашу поела бы как-то. Что-то я вот эту вот перловку, я не знаю, я просто такого никогда не ела, я не знаю, где искать такое в магазине. Здесь она уже готовая продается. семечки почищенные, 258. набрала она уже. Ну, я в основном по овощам, а Саша есть, что есть. Что у меня есть, лимон у меня есть, молока у меня вообще, ты знаешь, сколько яйца, кстати, яйца, яйца. Но я, блин, не ем, яйца я не буду брать. Куалетная бумага. Куалетная бумага. Наша придется мне отсюда тащить, но я потихоньку буду идти, Наша, чтобы мне не бегать из одного магазина в другой.